да блин особого такого комфорта нет блин это очень классно вы думаете всегда головой не жопой вот это зря пацаны оказалось мягче не стало и это на самом деле это правда как только я поставил подушки так всем добрый день наконец-то получил я свою посылку от компании орайт пневмоподвеска наперед на вот этот камаз сейчас расскажу сперва покажу что в посылке потом расскажу зачем и почему это нижний это вес как то вот так так странно должны быть краны и манометры вот это вот управляющая аппаратура у все геннадий отзвонился с компании они этот ну кладовщик забыл положить эти манометры управления клавиши кнопочки я уже думал сто процентов с транспортной компании косяк какой-то коробка вся помятенькая где-то дырки даже ничего как мы сейчас быстро отошлем ну пока что-нибудь поделаем грязный вот сейчас здесь лазить помыть бы его конечно по хорошему честно говоря вот геморрой целый с этим архер карчер как его правильно отключить там шланги эти все розетку надо хороший удлинитель размотай быть здесь во дворе все равно смысла нет здесь грязище такая смотрите вам вот так вот сам делаешь сам по себе вот так вот и Субтитры делал DimaTorzok Дети выросли же? Че ты? Куда ты опять? Кому? Внукам что ли уже? Ты который гнездо все время переносил Так, вот сейчас машина находится, как бы сказать, в транспортном положении И смотрим эти подушки, расстояние между подушками и рессорами Там, не знаю, сантиметра нету даже Допустим, сантиметр, да? И эта машина пустая В общем, манипулятор тяжелый, около 4 тонн весит И постоянно, в общем, срабатывает отбойник На всех, на любых кочках Это еще полбеды Но вот когда поворачиваешь стрелу вперед Вот эта вся масса, она вообще просто плющит там все Стрессоры сразу сгибаются Блин, это вообще классно Бывает, везешь бытовку, что-то высокое там Не очень тяжелое И вот тогда вообще жесть И передок становится просто каменный И это на самом деле, это правда Я вам даже сейчас продемонстрирую Так, вот такое положение Оставил Теперь пойдем смотрим, что у нас с рессорами Со сбойниками Ну вот, собственно, что и требовалось доказать Да? Это левая сторона Это правая сторона Все то же самое Не знаю, правильно я делаю или нет Если вам кто-то когда-то будет говорить Что, ой, вообще бредядина Ничего не делайте, не ставьте Но мне кажется, если добавить подушечки наперед Будет чуть-чуть поинтереснее И это на самом деле, это правда Отзывы разные про них Оказалось, что мягче не стало Мне также показалось, что наоборот жуще Видимо, у каждого эксплуатация разная Техника в разных этих Используется целях Вот здесь должно быть осознание Как и где ты едешь Кстати, кабина уже на пружинах Сидение тоже пневма уже стоит Так, ну что, приступим к предварительной примерке Я их установил в 5 секунд Ну не в 5 секунд, день Четко так все вырезано Красиво На плазме, наверное Это, видите, даже обозначение Скорее всего, это левый, да? И стрелочка вперед показывает То есть он у меня должен стоять Вот так, да, нижний Нижний На рессору он одевается Вон туда Так, здесь тоже L Левый То есть водительская сторона Стрелочка туда Значит, он вот так И логотипчик тут все цивильно Порошковая, скорее всего, да? Окраска Так, что нам надо сделать Один болтик Вот этот Вот эту гаечку надо открутить мне Так, и, пожалуй, поднимем еще На лапах Чтобы вот это место у нас Увеличилось расстояние Чтобы мы сюда могли спокойно Легко засунуть Кронштейн с подушкой О, смотрите, что я нашел Первая Первая малина Ранняя Так, ладно, пацаны Включусь через пять минут Момент истины Неужели подойдет? Чуть-чуть Какой-то милиметраж Так, здесь подходит Здесь подходит А, неужели все-таки напильник? Совсем немного Миллиметрик Вот с этими отверстиями Был, конечно, такой геморрочек Потому что Мало того, что модель такая Изначально 53-228 Может быть, не совсем популярная И самое главное А, вот что, один момент, друзья мои Что у меня Этот передел У нас здесь Передний мост Убран И поставлена просто Прямая балка От шоссейного Камаза Здесь, получается, у меня на нижней полке Нету отверстий Как на Каких-то там Серийных Камазах Обычно На этих кронштейнах Делаются вот здесь шпильки И они как-то через нижнюю полку проходят У меня здесь нету Отверстий И сверлить их тут Ну, очень проблематично Поэтому Было принято решение Использовать существующие Вот эти вот Отверстия Замеры были Ну, произведены Как бы мною Как я смог И Вот, видите На вот эти три отверстия Надо посадить Сейчас будем пилить Чего нам не привыкать Напильник есть Возможно О, все Что я гоню На компанию Арайт В Санкт-Петербург Понимаешь Там бригада Команда инженеров Работала А я тут Напильник, напильник Вот, все Все рассчитано На компьютере Вот Уважаемый покупатель Мы переходим На электронный вариант Инструкции И придумали это Не в Китае Причем Вот это зря Пацаны Сделано Электронный вид Намучаетесь Скажете Ё-моё Зачем я это все купил Еще у нас тут Полный комплект Болтиков Гаечек Клей Герметик Собственно Сама подушка Вот здесь Где-то у нее Дырочка Отверстие Ага Вот сюда Нужно Штуцер У нас тут Какой-то Кронштейн Это я просто Без подушки Пробую Вообще Насколько Тут Все Подходит О Че-то Такое А потому Что Рессоры В раскорячку У некоторых А потом Без молотка Не заходят Главное Не перепутать Ой Так Ну Выпихаем Его Туда Вот так Вот так Вставляем Такой Белтик Чтобы воздух Не пропускал А фумкой Нельзя Все-таки Как-то Попривычнее Так Потом Уже Ставим Кронштейн Давайте Вам покажу Чего-то Скажите Не снял Не зачет Теперь Подаем Немножко Воздух Сюда Чтобы Она Встала От нас На место Видок Да Какой Прям Бомба Это Вообще Самое Классное Что Могли Вообще Придумать Так Берем Болтики Из комплекта Болтики Кстати 10,9 Прошу Заметить Это Очень важно Так Вот такая Гаечка Зубастенькая Гайки На 15 Геннадий Привет Хорошо Хоть С той стороны Головка Болта На 17 А то У меня Одна Головка На 15 Случайно Осталась Так Сейчас Знаете Что Надо Сделать Вот Здесь Должно Быть Осознание Подложить Что-то Подбалку Опустить Чтобы и колеса Свободно Вращались И Нагрузка Была На Рессоры Максимальная Зачем Скажете А вот Видите Рулевая Тяга Вот Сейчас Надо Ее Машина На Лапах Сейчас Интересно Как Там До Подушки Будет Когда Я Опущу Сейчас Сразу Проверим Максимальный Выход Подушки Или Как Правильно Сказать То есть Когда Я На Лапах Отжимаюсь Колеса У меня В воздухе Висят Подушка Не Должна Порваться От Чрезмерного Растяжения Смотрите Какое Давление Здесь Деревяшку В общем Я Вывесил Передние Колеса Стрелу Повернул Все Максимально Сделал Нагрузку Наперед Сейчас Рулевую Тягу Руль Покручу Посмотрю Рулевая Как Там Я буду Руль Крутить Вы Смотрите Ничего Там Нормально Я Не Вижу Так Да Нормально Все Тут Что-то Я Вообще Переволновался Она Вообще Тяга Ниже Чем Подушка Смотрите Она В транспортном Положении Тяга Ниже Это Когда Я Задираю На Лапах Машину Тогда Тяга Поднимается Относительно Подушки Вот Этот Момент То Что Подушка Сильно Растянулась Я Ниже 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 Подушка Ниже Подушка Ниже Ну, как я понял, и та работает система, и та. Просто очень много нюансов. Здесь, допустим, мне надо переносить амортизатор. И надо стремянки откручивать, чтобы нижний кронштейн. Вот в таком положении намного проще устанавливать. А то, что, как оно будет работать, ну, посмотрим. Всё, вот я воздух подал, опять вывесил. И вот она уже не такая несморщенная. Уже всё нормально, потому что здесь давление есть. Так, самое главное, вот зазор. А фильтров получился отличный. Как я и рассчитывал. Видите, подушка чуть-чуть смещена наружу. Чуть-чуть больше, чем внутрь. В общем, не зря мы мерили. Всё нормально. В общем, я накачал. Отпустил всё, собрал я. Получился вот такой зазор, пацаны. Видите? То есть, смотрите, опоры я поднял. Стрела у меня вперёд повёрнута. И было, помните, как подушки полностью лежали на отбойниках. Отбойники на рессорах лежат. Сейчас у меня зазор, где-то палец между отбойниками и рессорами. Не знаю, как будет по мягкости, по жёсткости. Так, на сегодня пока всё. Наверное, будем ждать выезда контрольного. Так, всем доброго утра. Новый денёк у нас. Вчера поставил немоподушки. Сейчас пойдём посмотрим, как они. Никуда не делись, не взорвались за ночь, не сдулись. Так, вот они стоят. Подушки на месте. Воздух на месте. Так, собаки их не покусали. У нас просто собаки такие. У меня как-то года два назад, когда машина ещё там за забором стояла на улице, я утром выхожу, завожу КамАЗ, и у меня трубка начинает шипеть какая-то под машиной. Думаю, ну, КамАЗ, что, бывает. Он даже когда стоит, ломается. Ну, начал трубку, нашёл трубку, откручиваю, вытаскиваю. Вот, смотрю, она прям прокусана прям клыками в двух-трёх местах. То есть она торчала чуть-чуть с изгибом так, под рамой. И что-то, видимо, нашим собакам местным не понравилось. Ну, видимо, неправильно. Она не по-заводскому, как бы, а это же тормозная система. И собака решила в этот момент, короче, исправить. С тех пор вот стал загонять машину во двор. Так, и у нас появился заказ. Как раз мы сейчас поедем, испытаем. И именно со стрелой, повёрнутой вперёд. То есть, именно вот этот момент нагрузка будет на передок максимальная. Насчёт крана уровня пола, возможно, тоже к этому придём чуть попозже. Хочу проверить все варианты. Начиная от самого дешёвого, на ниппелях. Потом с регулировкой простым краником, с манометром. И потом уже, возможно, и до уровня пола дорастём. То есть, чтобы понятно было, что да, действительно, разница есть. Оно того стоит. Вот что точно не буду делать, так это с рессор листы убирать. Это вот однозначно я этим не буду заниматься. Потому что такая тема вообще непонятная. И тяжеловато вот это вот. Не знаешь, сколько чё. Это надо экспериментировать. Стремянки эти там откручиваться. Говорю, не, это не моё. Так, ну чё. Выехал из дома пустой. Вот на ментах лежачих подпрыгиваю. Ну, то, что жёстче не стало, это однозначно. Так, на поворотах смотрим крен. Пока как бы непонятно. Просто многие вот там пишут, ну, отзывов или в комментариях. Вот в комментариях много. Что чё-то начинает прыгать, начинает жёстче работать. Вот этого больше, честно говоря, опасался. Ну, вообще нормально. Так, будем грузиться лесом сейчас. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok 15 будет, в общем, в общей сложности. Наверное, часа два будем грузить. Так, все, я поехал. Сейчас мы, знаете, что сделаем? Для чистоты эксперимента мы стрелу вперед развернем и посмотрим, как сядут, не сядут подушки. И по дороге, в процессе езды, ощущения будем смотреть. Так, посреди дороги, в общем, остановился. Так, знак. Знак дорожный. Пройдет, не пройдет. О, нормально. Так, все, вот так загрузился. Стрела вперед. Смотрит ровно машина. Ничего никуда не клюет. Теперь смотрим подушки. Получается, стрела вперед. Там груза немного, ну, около 10 тонн, да, получается. 10-15 кубов по 700 килограмм. Правильно я посчитал? Так, и нормально, не скачет мягко, этот, как бы не то, что мягче стало, да? Ну, главное, не жестче стало. А еще для прям конкретной чистоты эксперимента, сейчас уже в конце пути доедем почти. И я спущу из подушек воздух и посмотрим вообще опустится на подушке, на эти, на отбойники, рессоры лягут. И чуть-чуть проедем опять-таки без, без подушек, без воздуха. Не, вы видели, как я проехал? Как я, этот, лежачего полицейского проехал? Вот честно не ожидал. Я, вот, честно говоря, не вообще к ним относился очень предвзято почему-то. Считал, что это подушки, это все, как бы, не серьезно. Не, я не знаю, конечно, как они поведут себя на самосвале, на тягаче, на иномарке, там, на длинном. На длинной базе, на короткой. Но вот на этом, на красном КАМАЗе... И это на самом деле, это правда. Манипулятор, да? Именно, чтобы стрела была 20-56. Вот здесь просто... Причем, эта система, как бы, вообще, самый-самый, вот, минимум, просто на нипелях подушки. А не, то есть, накачал, заглушил и едешь. Не регулируешь ничего, ни кранов, ни этих манометров, ничего нет. Я, вот, честно говоря, не ожидал. Если вы не верите, приезжайте, я вас прокачу без базара. Ты реально хорошо поработал сегодня. Реально хорошо. Не переживай из-за всего этого дерьма, через которое ты прошел сегодня. День прошел и забей. А вот у компании Стропшоп ремни по дороге не отвязываются. То есть, возможно, ну, на другой машине будет совсем по-другому, да? Чтобы не было потом... А вот ты так сказал... А то, как в прошлый раз получится. Наболтал там, наговорил, блин, тоже. Вот с этим манипулятором, с Динтеком, людям, ну, звонят, много людей. И, как бы, хвалишь его, да? Ну, грубо говоря, проблем нет вообще никаких. Потом пару раз было, что вот, ну, без претензий, да, но вот у меня вот так, говорит. Или, а я вот на том работал, а тот мягче работал, а этот жестче работает. Ну, люди разные, каждый тоже, у каждого свое какое-то сравнение. Поэтому стараюсь, как бы, теперь осторожнее быть вообще в оценках. Газелист привязывает все-таки нормально ремень. Сейчас будем вот переезд переезжать. Как раз посмотрите тоже, если будет вас трясти сильно. Вот, значит, напишите в комментариях. Давление понизить. Вот сейчас без подушек, допустим. Ну, да, здесь жестко тут. Честно, вот, если бы не компания, а райд, я бы их никогда бы не поставил сам. Вот, я не думал, что такой эффект будет, конечно. Спасибо, спасибо компании. Что сильно вот из больших плюсов, да, понравилось? Простота установки. Не надо ничего резать, пилить, сверлить. Вообще, я, ну, болгарку, да, достал один раз, чуть-чуть, просто подпилил. Кронштейн в одном месте. А так ничего не сверлил, не варил. Блин, рессоры не откручивать, вот эти стремянки, да, вот. Просто пару ключей там гаечных. И все, вот это очень, ну, очень хорошо. И в любой момент вернуть, да, быстро техосмотр, да, мало ли что, на дороге. Ну, все-таки, ну, допустим, я не говорю там уже по закону, как это должно быть, но мало ли что, вернуть в первоначальное состояние машину очень быстро можно. Вот это тоже плюс. Вот очень, очень большой, огромный минус у этих подушек, это то, что их у вас нет. Так, остановился я здесь. Сейчас будем спускать подушки. Все, подушки спустил, сейчас немного тут осталось, поедем без подушек, сравним, как что. Да, однозначно, на поворотах, на поворотах клонит на бок больше, прям сто процентов. Блин, надо же, вот прям на разгрузку и дождь пошел. И каждый вот этот стык на асфальте, трещинку чувствуется, потому что подушки лежат, эти отбойники на рессорах. Да, есть разница, есть. Лучшая работа в мире, да. Ну, вот так сразу, пять кубов доцепили, чтобы не мучиться сильно. Ну, что, все, я дома. Система, испытания прошли успешно, я считаю, однозначно, я доволен. Даже полумерами, да, грубо говоря, подушка еще, системы управления нету. Эффект однозначно есть, и он положительный. Я считаю, вообще, ну, просто я не ожидал, честно, опять повторюсь, такого я не ожидал. Ну, сейчас подушки сейчас полностью без воздуха. Вот у нас, видите, какое расстояние. Подушка, подушка совсем мягкая, вот она. Подушка стоит ровно, что мне еще тоже понравилось. Цену не говорю, народ, специально. Во-первых, потому что, ну, разные, возможно, комплектации, да, на каждую. Не то, что там, на КамАЗ, МАЗ или Рено там. И даже на каждую модификацию может быть разная комплектация. Индивидуальный подход идет. И еще из-за того, что в лишний раз, заходите на сайт, смотрите, выбирайте. Это тоже, и мне в зачет идет, что, ну, в лишний раз, как бы, с моей ссылки, да, вы заходите. И на YouTube-канал заходите, тоже этой же компании. Там пишите комментарии, оставляйте лайки. Ну, в общем, это как-то так. Так что, следующий этап у нас подключения системы управления. Подключение к воздушной системе, естественно, автомобиля. Это обязательно надо сделать, потому что разные условия, степень загрузки, там, дорога разная. И с этим тоже будем экспериментировать. И обязательно будем все показывать, рассказывать. Так, всем спасибо за просмотр. Компании Arite спасибо за предоставленный материал в виде комплекта на переднюю ось. И всем удачи!